Ирина Кудряшова. Лимит на счастье. Елизавета и Павел жили в одном городе, что находился на Крайнем Севере. Был он не таким уж большим, так что парень и девушка вполне могли встретиться где-нибудь на его улицах. Но случилось так, что познакомились они в круизе по Енисею. Лиза тогда училась в институте, и родители подарили ей на день рождения эту поездку. Но путевку могли купить лишь скромную, в четырехместной каюте. Тесно, вместо окна – маленький иллюминатор, а Лиза всегда ценила комфорт и удобство. Поэтому она спускалась в каюту только переночевать, а остальное время проводила где угодно – на палубах, в баре или на экскурсиях. Павел же по характеру был совершенно другим. Он остро чувствовал красоту, был влюблен в природу своего края, не выпускал из рук фотоаппарат. Может быть, даже и на корабле молодые люди бы не столкнулись. Но случилось так, что Павел заступился за девушку, когда к ней чересчур уж настойчиво приставал подвыпивший турист. С этого момента Лиза держалась рядом со своим защитником. Хотя порою ей становилось рядом с ним скучновато. Она считала, что достойна гораздо большего внимания, чем живописные берега реки, и нужно смотреть на нее, а не пялиться в глазок фотоаппарата. К концу круиза Лиза уже жила у Павла в его каюте люкс. И думала о том, что поездка оказалась для нее счастливой. В самом деле, в молодом человеке было все, что она могла бы желать от спутника жизни. Павел был из хорошей семьи. Кроме него там росло еще двое сыновей. И отец, и братья Павла берегли хозяйку дома, жену и мать. Буквально пылинки с нее сдували. Не приходилось сомневаться, что такое же отношение Павел перенесет на будущую супругу. Лиза только оканчивала институт, а у Павла уже было все, что нужно для семейной жизни. Он имел хорошую работу с достойной зарплатой. Недавно выплатил кредит за автомобиль. А от деда молодому человеку досталась двухкомнатная квартира. Когда парень с девушкой вернулись в родной город, Лиза собрала вещи и сказала родным, что переезжает к жениху. Естественно, близкие были ошарашены. «Такой скоротечный роман!» – растерянно говорила мама. «Мужчины не уважают девушек, которые вот так сразу...» «Мама, у тебя представления даже не как в прошлом веке, а как в позапрошлом!» – рассмеялась Лиза. «Сегодня романы начинаются с того, чем прежде заканчивались. Чего тянуть? Жизнь-то одна!» И все вроде бы пошло гладко у молодой пары. Павел хотел расписаться, сыграть свадьбу, но Лиза медлила. Что-то ее настораживало. Может быть, все эти разговоры вокруг о том, что жизнь в их регионе бесперспективна, города будут потихоньку даже с карты исчезать. И вот этот постулат, что жизнь одна, стал главным в жизни девушки. Она понимала, что Павел не изменится. Выходные дни ему хотелось проводить на природе. Как-то раз вместе с другом он летал на вертолете в какой-то глухой уголок и, вернувшись, с восторгом рассказывал про крохотную деревню, будто живущую вне времени. Он фотографировал закаты и рассветы, реки и озера и казался совершенно счастливым. Лиза же уговорила любимого встретить Новый год в Москве и после этого переменилась. «Вот она где, настоящая жизнь, бескрайние возможности!» «Не хочу возвращаться», – призналась она Павлу в тот последний вечер, который они провели в гостинице. «Такое впечатление, что даже пульс у меня совпадает с биением сердца столицы. Мы как будто одно целое». «А я бы здесь не привык», – задумчиво сказал Павел. «Из меня большой город точно высасывает силы. Я восстанавливаюсь там, где нет людей. Шум ветра, плеск волн. А тут еще попробуй и отыщи такой уголок». «Быть отшельником – это в старости хорошо», – возразила Лиза. «А пока мы молодые, ну, что ждет нас там, на краю географии? Зима длится больше, чем полгода. О том, что делается в мире, только по интернету и можно узнать. Мы станем жить точно на обочине большой жизни». «Нет, так нельзя». С этого момента зародился в голове девушки план. Она не переставала о нем думать. Время от времени она заговаривала на эту тему с Павлом, но понимания не находила. «В нашем возрасте только и переезжать», – убеждала она. «В Москве многого можно добиться. Станем состоятельными людьми, купим дом на природе. А пока есть силы, надо реализовать свои способности по максимуму». «Здесь у нас все есть», – возражал Павел. «Хорошее жилье, работа. Можно ездить на машине куда угодно, путешествовать». «Что я тут вижу, кроме этих унылых пейзажей?» – взрывалась Лиза. «Ни магазинов нормальных нет, ни развлечений». «Но мы же с тобой постоянно куда-то ходим, то в ресторан, то в кино». «Это убого! Понимаешь? Убого! У нас даже аэропорта нет. Если мы захотим слетать куда-то в другую страну, нужно ехать за 3-9 земель. А здесь только железнодорожная станция. Раз в день через нее проходит единственный поезд, стоянка 10 минут. Знаешь, что мне это напоминает?» Старый-престарый фильм. Название даже забыла. «Так вот, там, в таком убогом городишке, главным развлечением для жителей было прийти на вокзал и посмотреть, как мимо проносится поезд, связывающий два больших города. Так они приобщались к культуре, получали острые ощущения. Мне плакать хочется». Павел обнимал невесту и понимал, что не может найти слов, которые бы ее утешили. В конце концов, Лиза решила больше не ждать. Институт окончен, диплом в кармане, надо решиться и сделать первый шаг. И тогда уж Павел никуда не денется. Девушка была уверена, что парень в ней души не чает и примчится следом, поэтому однажды просто собралась и уехала, взяв деньги у родителей. Но этой суммы хватило ей только на то, чтобы снять маленькую квартирку в отдаленном районе и продержаться до тех пор, пока она не получила первую зарплату. С работой проблем не возникло. Лизу взяли в лабораторию на мясокомбинате и заработок поначалу показался ей даже очень высоким. Все минусы Лиза начала замечать несколько позже. Оказалось, что очень выматывает дорога до работы. В день надо тратить несколько часов. И то самое метро, которое поначалу казалось ей неотъемлемой чертой цивилизации, может вскоре здорово надоесть. Цены были здесь очень высокими. В своем городе за такие деньги она бы могла снять элитную квартиру с евроремонтом. А тут крошечная студия с облезлыми стенами, куда помещался диван Чебурашка, шкаф с единственной секцией и маленький самодельный стол. Тесный двор. Но девушка утешала себя. В тесноте, да не в обиде. Денег Лизе теперь хватало только на оплату жилья, дорогу и еду. Причем о ресторанах речь не шла. Лиза так уставала, что обычно покупала какие-то простые продукты в магазине у дома. А когда по выходным выбиралась в центр, ее очень раздражало то, что она так мало может себе позволить. Те вещи, которые она изредка покупала на распродажах или в небольших магазинчиках, она с успехом могла приобрести бы и дома. Теперь Лиза видела, что в ближайшее время выйти на другой уровень жизни у нее вряд ли получится. И она мечтала о приезде Павла. Дома она привыкла к тому, что он ее обеспечивает, решает все проблемы. И она была уверена, что точно так же будет и здесь. Молодой человек звонил ей регулярно. Спрашивал Лизу, нравится ли ей в столице, не разочаровалась ли она в своем выборе, не хочет ли вернуться. Но девушка становилась все более и более настойчивой. Она убеждала Павла, что здесь настолько чудесно, шаг она сделала в правильном направлении. И теперь его очередь переезжать. Лиза даже шла на шантаж. «Если ты хочешь, чтобы мы были вместе, ты тоже переберешься в Москву», говорила девушка. «Я тебя люблю и понимаю, что ради настоящего чувства можно идти на многие жертвы. Но здесь идет речь о всей жизни, о нашей с тобой жизни. Тут в столице все намного порядков выше, чем у нас там. Какие музеи, театры, можно каждый день куда-нибудь выбираться гулять. Но и за целый день всю столицу не обойдешь, не осмотришь все достопримечательности. Словом, я настроена решительно. И если я тебе дорога, ты приедешь». Полгода длились такие разговоры. Павел не знал, что Лиза в душе уже готова была сдаться. Так она устала от неустроенной жизни в чужом городе. И он убеждал себя, что должен принести определенную жертву ради любимой девушки. Родные молодого человека возражали. Убеждали, что Лиза этого не стоит и с ней надо расстаться. Но Павел в итоге уволился, продал машину и квартиру и приехал в Москву. У Лизы сразу появились новые планы. Молодые люди расписались, устроили скромную свадьбу и уехали в Турцию в свадебное путешествие. А когда вернулись, оформили в ипотеку небольшую однокомнатную квартиру в не очень престижном районе, на первый взнос ушли все деньги Павла. Теперь ему нужно было как можно скорее найти работу. По специальности он устроиться не мог. Но Павел был человеком ответственным, понимал, что должен содержать свою семью и пошел работать в автосалон. Если Лиза надеялась, что с приездом парня жизнь ее кардинально изменится, то она глубоко ошибалась. Теперь приходилось экономить еще больше. Ипотека съедала львиную часть их доходов. Так что все, о чем Лиза мечтала, так и осталось для нее недостижимым. Хорошие рестораны и дорогие магазины, путешествия и развлечения – ничего этого она не могла себе позволить. Даже сделать в новой квартире ремонт и обставить ее мебелью по своему вкусу было пока не по карману. Павел предлагал каждый месяц откладывать определенную сумму и покупать все нужное поэтапно. Но Лиза не могла заставить себя жить в режиме строгой экономии. То и дело, ей что-то нужно было позарез. То требовалась новая сумочка, то сапоги, то мобильный телефон. Напрасно Павел убеждал ее, что раз она выбрала большой город, надо приспосабливаться к иному образу жизни. В первую очередь, стоит думать о том, чтобы скорее погасить долг за квартиру. И ресторанов они теперь себе не могут позволить. Разве что периодически можно выбираться в недорогое кафе. Лиза общалась с коллегами по работе. Они хоть и были тоже приезжими, но в столице обосновались уже давно. И мужья у этих женщин зарабатывали гораздо больше Павла. К тому же, в наличии уже было собственное жилье, не обремененное долгами. И да, мы с увлечением планировали очередной отпуск, обсуждали города, отели. И одеты они были намного шикарнее Лизы. Все это безмерно раздражало молодую женщину. Она, конечно же, нашла, на ком срывать злость. В конце концов, Лиза решила, что во всем виноват Павел. И за дня в день он ходит на одну и ту же работу, хотя знает, что никакой карьеры он там не сделает. И при этом муж даже не пробует искать ничего другого. Выходит, они намного лет, пока не выплатят ипотеку, обречены на такой вот образ жизни. Теперь почти каждый вечер, когда супруги оставались вдвоем, вспыхивала ссора. Лиза металась по комнате, негодовала, плакала. Павел старался ее успокоить. Молодая женщина в ответ говорила, что не может смириться с бедностью и о детях речи быть не может, пока они не встанут на ноги. Устраивайся на другую работу или дополнительную бери, хоть сторожем где-то по ночам, требовала она. С таким доходом, как у тебя сейчас, вообще нельзя иметь семью, еле-еле на самого себя хватает. Неужели радость можно получать только от покупок? Спрашивал Павел, и в голосе его чувствовалась грусть. Прежде у тебя были какие-то интересы, а теперь только вещи, безделушки. Потому что бедность унижает, объясняла Лиза, и в голосе ее слышались презрительные нотки. Ты так не считаешь? Павел отчетливо понимал, что любимая женщина свернула не на ту дорожку, но он все еще испытывал к ней глубокие чувства и пытался сделать так, чтобы она была довольна. Экономил на себе как мог, чтобы сводить ее в ресторан или подарить то, чего ей хотелось. Но Лиза постоянно сравнивала их жизнь с тем, как живут другие. Или завидовала, или раздражалась. «У Марины муж купил новую машину», — говорила она Павлу. «А ты собираешься обзаводиться автомобилем или нет?» «Даже если мы возьмем кредит, с каких средств будем его выплачивать?» — пытался вас звать к ее разуму муж. «Ты согласна урезать себя еще в чем-нибудь?» Но в Лизе просыпалось упрямство маленького ребенка, который любыми путями хочет получить желанную игрушку. «Мне надоело ездить на общественном транспорте», — твердила она. «Полтора часа добираюсь до работы и столько же обратно. И всегда в час пик». «В метро не бывает пробок. А если бы я тебя подвозил, не исключено, что ты опаздывала бы чуть ли не каждый день». «Какое удобное оправдание!» — восклицала Лиза. «Я уже не знаю людей, у которых нет машины. Наверное, только какое-нибудь быдло. И мы к их числу примкнули. Ты не считаешь, что я достойна лучшего?» Павел невольно отметил, что Лиза стала говорить «я», как бы отделяя себя от него. Поводы для скандала в жизнь подбрасывала ей постоянно. Ольга летит с семьей в Венецию, говорит, что хочет продлить лето. «Представляю, сколько она увидит в Италии, сколько там музеев, достопримечательностей». «Ты когда-то убеждала меня, что в Москве их много, как нигде. Ты уже все осмотрела?» «Во-первых, у меня нет денег, чтобы ежедневно бегать из музея в музей». Лиза начинала загибать пальцы. «Во-вторых, загляни в шкаф. У меня всего четыре или пять приличных платьев. Значит, я все время должна появляться в людных местах в одном и том же? В-третьих...» «Хватит, успокойся!» Павел поднимал руку вверх. «Пойдем попьем чаю. Я торт принес». «А где я потом буду сгонять лишние килограммы? Оплата фитнес-центра в нашем бюджете не заложена». Настоящий скандал разразился, когда родители прислали в столицу младшего брата Павла. Тот еще никогда не был в Москве, а теперь появилась возможность провести тут недельку, погостить у родных. Павел обрадовался. Он предвкушал встречу с братишкой, по которому соскучился, хотел узнать от него новости об отце с матерью, о друзьях. Но Лиза, когда услышала, что приезжает Виктор, стала вмиг чернее тучи. «А почему со мной никто не посоветовался?» – спросила она. «Так нынче не делают, не высаживают родню на шею людям, которым вовсе не до того, чтобы развлекать братишек и сестренок». «О чем ты говоришь?» – удивился Павел. «Я давным-давно не видел никого из своих. Для меня это радость». «А для меня нет. Где он будет спать, твой братец? У нас одна комната». «В кухне?» – я перенесу туда кресло-кровать. «Что ты беспокоишься? Ты совсем не увидишь Витьку. Приезжает он ненадолго. Парень воспитанный, аккуратный. Домой будет приходить только ночевать». «Значит, я не смогу дома расслабиться. Должна буду ходить постоянно одетой не так, как мне хочется, потому что у нас посторонний человек. Придется заботиться о постельном белье, о еде на троих». «Лиза, это вообще не проблема. Я возьму на работе отгулы, буду водить Виктора по столице, мы где-нибудь перекусим, хотя бы хот-догами в ларьке. Вечером разве что чаю попьем и чашки за собой помоем. Тебе не будет никаких хлопот». Но Лиза уже оседлала серого, как говорят о человеке, который не может победить собственное упрямство. Она задумала месть. И в день, когда Павел собрался на вокзал встречать брата, Лиза демонстративно собрала вещи в сумку. «Поживу в гостинице», объяснила она Павлу. «Ты же запланировал для себя отдых. Брата будешь развлекать. Вот и я отдохну от вас обоих. Позвонишь, когда квартира будет свободна». Павел внимательно посмотрел на нее, но ничего не сказал. Лиза забрала карточку мужа. Основные деньги были на ней. Сняла хороший номер и действительно расслабилась. Ела в ресторане, сходила в парикмахерскую в отеле, потратила ощутимую сумму. И теперь им не хватало на ежемесячный взнос по ипотеке. Но пусть это волнует Павла, и он достает деньги откуда хочет. В конце концов, вместо того, чтобы развлекаться, мог бы найти дополнительную работу. Наконец муж позвонил и сказал, что она может возвращаться. Дома, посмотрев на Павла, который держался отстраненно, Лиза поняла, что перегнула палку. Но молодая женщина не собиралась извиняться и идти на попятную. Наоборот, она решила повысить ставки, внушить мужу, что второй такой он не найдет. И если хочет ее удержать, пусть приложит все силы. Почему-то она была так уверена в любви Павла, в том, что он всегда будет рядом, что даже не подумала. Вдруг он найдет другую, не такую капризную. Лиза верила, муж будет с ней до тех пор, пока она сама не захочет расстаться с ним. Несколько дней муж был замкнутым. Отвечал односложно, а потом, видимо, пришел к какому-то выводу и сел за компьютер, пообещав, что скоро начнет хорошо зарабатывать. Программированием он увлекался с подросткового возраста, но был самоучкой, не имел никаких корочек. Теперь все вечера и выходные он проводил, нажимая кнопки на клавиатуре. На вопросы жены отвечал, что работает, чтобы вытащить их из нищеты. Какое-то время Лиза подождала, но результата не увидела. Она посоветовалась с новыми подругами. «Я знаю, что есть разные фрилансеры, там копирайтеры, они берут заказ и через несколько дней им его оплачивают», сказала одна. «Ой, у меня подружка говорит, что в этой сфере много не заработаешь», сказала другая. «Она пробовала и ничего у нее не вышло. Скорее всего, твой Павлик тебя просто дурит. Ты за дверь, а он включает какую-нибудь игру и развлекается. Все мужики такие». Лиза побледнела от ярости и закатила дома грандиозный скандал с обвинениями в адрес мужа и громкими криками. «Почему ты не отговорил меня от переезда? В родном городе я жила как человек, а тут скоро бомжевать пойду». Бесполезно было напоминать ей, сколько сил Павел потратил, отговаривая ее покидать родные края. Это муж хорошо знал. «Ты понимаешь, что деньги зарабатывают не сразу», устало говорил он. «Я понимаю, что ты неудачник, так и будешь довольствоваться какими-то крохами, а у меня ведь молодость проходит, она уже не повторится». И, доказывая правоту своих слов, она стала возвращаться с работы все позже и позже. Сначала с вызовом объясняла, что был повод. То подруга на день рождения пригласила, то на работе какое-то событие отмечали. Потом Елизавета объявила, что сама найдет подработку, если муж на это не способен. Она забрала главное богатство Павла, хороший фотоаппарат, и решила попробовать себя в роли фотографа. С течением времени у нее стали появляться заказы. То выпуск в детском саду позовут снимать, то какой-то праздник в школе. Теперь с мужем Лиза почти не общалась. Каждый был занят. Молодая женщина возвращалась в разное время суток. Подолгу сидела за ноутбуком, обрабатывая снимки. «Твоей основной работе это не мешает?» Как-то не выдержал Павел. Он все еще тревожился за жену. «Ты же загонишь себя. Спишь по несколько часов в сутки. Так и до нервного срыва недалеко». «Спасибо, срыв ты мне уже обеспечил», язвительно говорила Лиза. «Нет уж, пока молодая, я себя жалеть не буду, иначе так и закисну в этих четырех стенах». Она презрительно оглядела их скромную квартирку, хотя еще недавно мечтала о любом, но отдельном жилье. Теперь все здесь казалось Елизавете ужасным. Она видела себя в своих мечтах совершенно в другой обстановке. Павла она могла лишь презирать. Сидит целыми днями, катая мышкой по столу. Другим мужчинам переезд в столицу придал бы сил, открыл бы перед ними новые возможности. А ее муж точно закуклился, только вот из куколки этой никогда не выйдет бабочка. Закончилось все предсказуемо. Как-то раз Лиза пришла домой на редкость рано. Постояла в дверях, посмотрела на Павла. Тот не заметил, что жена пришла, с кем-то увлеченно переписывался по компьютеру. «Ну, хватит», сказала Лиза. И когда муж обернулся на звук ее голоса, пояснила, «Я ухожу от тебя». Павел, казалось, сразу даже не понял, настолько ему не приходило в голову, что их семья может распасться, что он лишь вопросительно молча смотрел на жену. «Я нашла другого». Лиза сказала это едва ли не по слогам, будто говорила с недоразвитым. «Он владелец фотостудии, отлично зарабатывает, берет меня в штат и не только. В общем, я переезжаю к нему». Павел помолчал. Были в его жизни трудные времена, приходилось переносить уже удары судьбы. Он знал за собой это свойство, когда особенно трудно, он начинал говорить медленно, будто не сразу вспоминая слова. «Ты уверена?» спросил он. «Назад отыграть это будет уже нельзя. Ты это понимаешь?» «Да, я уверена», с насмешкой сказала Лиза. «Удивительно, что ты верил, что я тебя не брошу, но я терпела сколько могла. Ты навсегда останешься практически нищим и никаких перспектив у тебя не будет никогда. В общем, так, продаем жилье, гасим ипотеку, остаток делим пополам и до свидания». Лиза собралась так быстро, будто у нее все было заранее готово. Подхватила сумку и не звони мне, бросила она напоследок. «Учти, что я не вернусь». После того, как за Елизаветой хлопнула дверь, Павел еще какое-то время сидел, приходя в себя. И только потом понял, что не сказал Лизе свою новость. Его программу купила одна компания за хорошие деньги. Более того, ему предложили удаленную работу. Он был настолько счастлив, что сможет теперь заниматься любимым делом и достойно зарабатывать. Но теперь эта радость поблекла. Все внезапно рухнуло, и это надо было как-то пережить. Квартиру удалось продать довольно быстро. Деньги бывшие супруги честно поделили. Павел немедленно вернулся в родные края и понял, как скучал по своему городу. Здесь была вся его жизнь. Тут он чувствовал себя на своем месте. Заработок у него теперь был более чем высокий, и мужчина решился взять в ипотеку коттедж в пригороде. После долгих часов, которые он проводил за компьютером, так приятно было выйти в свой сад. Правда, в их северном климате далеко не все росло, но несколько хвойных деревьев прижилось, и в будущем участок обещал стать очень красивым. Появилась у Павла и машина. Мужчина опять мог в свободное время ездить на природу, любоваться красотами севера. Родные Павла тоже были очень рады тому, что он вернулся. «Сразу было видно, что эта девушка совершенно не пара тебе», сказала мать. «Семейная жизнь складывается только у тех, кто способен на определенное самоотречение во имя супруга, детей, а Елизавета этого совершенно лишена». Удивительно, но родители Лизы тоже нередко звонили Павлу. Когда дочь связывалась с ними, они только расстраивались. «Что-то никак не ладится жизнь у Лизоньки», говорили они. «Так она рвалась в ту Москву, горы была готова свернуть. Расскажи нам, как вы там жили, что ей не пришлось по душе, теперь вот новый муж у нее. Впрочем, кто его знает, расписаны они или нет?» Лиза жалуется, что ей приходится просить у него деньги на всякие мелочи, и он никогда не дает столько, сколько нужно». Павел лишь плечами пожимал. Меньше всего он хотел вспоминать бывшую жену. Теперь годы, проведенные с ней вместе, казались ему напрасно потерянными. А вскоре в интернете он познакомился с Диной, которая работала в той же сфере, что и он. У них нашлось очень много общих интересов, и теперь каждый рабочий день заканчивался для обоих одинаково. Они говорили и не могли наговориться, засиживаясь порой за компьютером до глубокой ночи. И когда они впервые встретились в реальной жизни, не разочаровались друг в друге. Лиза между тем, хоть и не зарегистрировала отношения со своим новым другом, попробовала вести себя с ним так же, как и прежде с Павлом. Если Сергей делал ей подарки, удовлетворял какие-то ее желания, она была милой, ласковой, как кошечка, пылинки сдувала с мужчины, всячески подчеркивала, как ей повезло. Но стоило ему начать распоряжаться деньгами по своему усмотрению, в обход ее интересов, как Лизу будто подменяли. Истерики следовали одна за другой, и каждая следующая была все более бурной. Финальная сцена разыгралась, когда Лиза узнала, что Сергей купил квартиру дочери от первого брака. Она представила, сколько могла бы себе позволить, если бы эта сумма попала ей в руки, по меньшей мере отправиться в роскошное путешествие. А тут все досталось какой-то девчонке. Лиза превзошла саму себя. Она топала ногами и визжала так, что соседи начали стучать в стену. Но вместо того, чтобы просить прощения, Сергей выставил ее на лестничную площадку со словами «Пошла вон, и чтобы я тебя больше не видел». Лиза попыталась пристроиться у подруг, но никто не собирался давать ей приют. Одна лишь разрешила переночевать, а дальше как хочешь, сказала она. У меня есть своя личная жизнь, так что думай. В итоге она приехала к родителям, похудевшая, побледневшая, тень самой себя. Отец с матерью ужаснулись. «Вот до чего же себя довела», говорила мама. «Объясни мне, зачем вот ты бросила Павла, золотой человек, у него теперь все хорошо, и дом купил, и машиной обзавелся, даже благотворительностью занимается». Лиза тут же решила встретиться с бывшим мужем. К ее удивлению, телефон его не изменился, но пойти куда-то или посидеть в кафе Павел не пожелал. «Я подъеду к твоему дому», сказал он, «а ты спускайся вниз, поговорим в машине». Полчаса спустя Лиза лепетала Павлу, что ошибки надо прощать, что они могут начать все сначала». Напомнила, как сильно он ее любил и выразила надежду, что она по-прежнему остается его единственной любимой. «Но он только головой покачал, не строй иллюзий», сказал Павел спокойно, без всякой эмоции. «У меня теперь не одна, а целых две любимые, жена и дочка. И третьей лишней в нашей семье ты точно не будешь. И если это все зачем-то меня позвала, то мне пора. Прощай, Лиза». Она умоляюще посмотрела на него, не смело коснувшись его руки, но он стряхнул ее ладонь и распахнул перед ней дверцу машины. «Иди, ты сделала свой выбор». Продолжение следует...